141 новый случай COVID-19 у нас прошел за последние сутки. В стационарах у нас очередной рекорд побит. Легкой степени там практически нет. Все это средние тяжелые и тяжелые формы. То, что касается стационаров, цифры вы слышите, какая нагрузка сейчас идет. Она просто очень напряженная. Это вот пиковое значение с начала пандемии. Если говорить про нагрузку в отношении системы здравоохранения Волгоградской области. У нас параллельно получается увеличилось количество вызовов по скорой помощи. Неотложную помощь в поликлинике, вызовы врачей-терапевтов на дом и так далее. Мы для этого все меры сейчас принимаем. Если этот вызов проходит на скорую, человека спрашивают, сколько у вас температура, он говорит 37, как давно, первый день. Скорая, конечно, такой вызов передаст поликлинику, но неотложную. Мы должны, у нас ресурсы ограничены. В любом случае они ограничены, они до бесконечности раздуваться не могут. Ни койки, ни машины скорой помощи, ни врачи-специалисты, которые у нас работают и в поликлиниках, и в стационарах. Мы работаем тем, что у нас есть. Привлекаем все возможные ресурсы, ординаторов, студентов, все, что возможно в рамках действующего законодательства. Мы работаем все равно теми ресурсами, которые у нас есть. Как я уже сказал, ведутся подготовительные работы по перепрофилированию других госпиталей для увеличения коечной мощности ковидного профиля на 2000 коек. Чем дальше мы принимаем решение по сокращению коечного фонда, его перепрофилированию, это решение с каждым разом дается тяжелее, потому что при этом мы закрываем другую помощь. Это надо понимать. И чем дальше, чем это тяжелее на самом деле. Ограничивать наших граждан в получении другой помощи. К сожалению, другие болезни тоже никуда не ушли, люди болеют. И этот баланс, он постоянно соблюдается, и все происходит в рабочем порядке. И как вчера это было, я привел пример. Вчера вечером поступает информация от скорой, что количество вызовов висит на обслуживание, оно превышает в несколько раз количество машин, которые физически существуют. Мы для этого вводим поликлиники, для того, чтобы бригады неотложной помощи вот эти вызовы перекрывали. Ну, это работа в условиях пандемии. Продолжение следует...